Продолжение следует... Этим этапом предусмотрено ряд изменений к нормативным документам. Если в прошлом году компенсацию на льготы и субсидии предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, получали только лишь по актам сверки и по общей сумме, которую они предоставляли, то с января этого года предприятия и организации обязаны открыть специальные счета в органах казначейства и ежемесячно предоставлять и Департаменту финансов, и Департаменту социальной защиты реестры по каждому льготчику, по каждому получателю субсидии, о каких суммах начисления для компенсации идет речь. Вот этот реестр является основанием для того, чтобы предприятия и организации уже получали, соответственно, монетизацию, или, как мы говорим в народе, живые деньги. За этим следовала, соответственно, наша организационная работа, были проведены расширенные нарады, были проведены практические занятия, мы каждый день работаем с предприятиями-давачами послуг в разъяснении. На сегодняшний день почти 70 миллионов, а точнее 69,8 миллиона мы перечислили предприятиям-организациям за коммунальные услуги. Это, правда, оплата в соответствии с постановой была за прошлый год. Финансирование у нас сейчас идет практически каждую неделю. И у нас уже отлажен механизм, уже все предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, открыли счета, предоставляют нам реестры. Определен по постанове единый день, это до 14-го числа, каждого месяца, когда они предоставляют соответствующие реестры, и которые мы берем во внимание и передаем, соответственно, на казначейство для компенсации. Особенностью на сегодняшний день являются жители, которые пользуются льготами и субсидии, и которые проживают в ОСМД, ОСББ. Значит, ОСББ предоставляет услугу только лишь по квартирной плате. Поэтому принято решение о том, чтобы централизованно председатели ОСББ предоставляли предприятиям, которые оказывают соответствующие дополнительные услуги, им списки по получателям льгот и субсидий. И это будет основанием для того, чтобы люди уже оплачивали свою часть, непосредственно будут открываться лицевые счета на этих коммунальных предприятиях, и граждане, которые пользуются льготами и субсидиями, будут им оплачивать свою часть, которая предусмотрена государством, вот как они, в данном случае, как получателям льгот и субсидий. Значит, мы рекомендуем председателям наших ОСББ, уже эта работа началась, в том, чтобы это было организовано в нашем городе. КОНЕЦ